Привет всем зрителям моего канала в YouTube. Спасибо всем, кто лайкает, кто помогает, кто шарит и советует смотреть его друзьям. Мне это очень важно и нужно. Спасибо. Перед тем, как перейти к заявленной в заголовке теме, я хочу сказать, конечно, о последнем высказании президента Зеленского по поводу того, что Россия якобы частично потеряла контроль над боевиками Донбасси. Владимир Александрович, или Владимир, как вы просили обращаться, я не знаю, откуда взялась у вас эта фраза, написал ее спичрайтер или сам вы, но эта фраза – глубочайшая ошибка, которую нигде нельзя никогда повторять. Ни внутри страны, ни на международной арене президент Украины не может такого говорить, потому что это, во-первых, это де-факто признание того, что есть какие-то отдельные боевики, борцы за независимый или какой-то суверенный народ Донбасса. Это не так, потому что просто важно нам самим понимать, что наш президент осознает то, что творится там в реальности. А в реальности никакого контроля Россия утратить над боевиками не может, потому что это ее войска, ее гибридные войска, которые управляются из Москвы, которые управляются на месте российскими кадрами военными, которые туда командируют, а кого же они туда набирают там, откуда все эти гиби-моторолы с Урала или из Макеевки – это не суть важна. Это наемники российской армии. Российская армия давно этим занимается, и для нее совершенно безразлично, кого нанимать, никакой самостоятельности, ни в принятии решения в обстрелах, ни о чем. Эти люди не имеют, не могут иметь и не будут иметь никогда. Это все обстрелы, под которые гибнут наши военные на Донбассе, вся стрельба, она вся санкционирована, у них очень хорошо налажена связь, она вся санкционирована непосредственно российским военным командованием. Если вы этого не знали, то прошу это учесть на будущее, Владимир. Если вы это знали, ну, так говорить, тогда, ну, странно. Я не знаю, чего тогда ждать, каких дальше оценок, потому что то, что вы до этого говорили в Брюсселе, идет абсолютно в противоречии с тем, что вы сейчас сказали, причем публично. Это задело очень многих, задело людей на фронте, как и слова Кучмы, которого вы назначили о том, что надо прекратить стрелять. Ну, уже военные предложили Кучме сесть в окоп со всеми своими родственниками на переднюю линию, они уступят место и прекратить стрелять. Вот как сегодня ночью был обстрел, пусть не стреляют в ответ. Ну, это заявление Кучмы, администрация президента Зеленского дезавуировала. А то, что президент такой сказал про якобы неуправляемость боевиков каких-то, это большая ошибка, за которую будут цепляться, а президент не должен говорить слов, за которые будет цепляться враг нашей страны. Это первое. Второе, я хотел бы рассказать о том, как я вижу происходящее в стране событие и, как я вижу, то, что нам пытаются навязать олигархические группы и близкие к ним лидеры общественного мнения. Я имею в виду тему блокады, которую поднял, опять же, Кучма, снять блокаду с Рудло, ну, подразумевается, что потом из Крыма, понятно, и, значит, начать торговать, сотрудничать с оккупированными территориями. Дело в том, что я вижу за этим прямой настоящий заговор олигархов. Не одного, а нескольких украинских олигархов, которым, и даже это может быть не заговор, в том смысле, что они не сели договорились все вместе. Это их общий интерес. Их общий интерес заморозить ситуацию так, как она есть, с оккупированным Крымом, с оккупированным Донбассом, хоть и в разном статусе эти опуляционные зоны находятся, и продолжить жить, торговать, воровать и наживаться. Почему я на 100% в этом уверен? Потому что, когда я приехал в Украину, это было начало лета 2015 года, и все лето я наблюдал такую картину, мы все наблюдали крымские татары, по крайней мере, на админгранице с оккупированным Крымом. Тогда, усилиями прошлой администрации, парламента, Крым был объявлен свободной экономической зоной для чего-то. И вот летом, там активные боевые действия, уже самые страшные бои были позади, в 2014 году, и вот летом 2015 года, Чонгар, я наблюдаю абсолютный звездец. Там три КПП было тогда, сейчас два, по-моему. И на трех КПП, на каждом из трех КПП, стоят по 100, 200, 300 таких трейлеров, огромных, с прицепами, или такие длинные фуры. Эти фуры везут в Крым все. Везут в Крым стройматериалы, древесину, везут в Крым мороженое из Львова, везут в Крым конфеты Рошен, везут в Крым овощи и фрукты, везут в Крым, по-моему, сахар и минералку. В общем, все абсолютно, что можно было провести. Для чего они это делали? Ну, во-первых, чтобы получить прибыль, получать, продолжать. Во-вторых, потому что они таким образом уходили от всякого налогообложения, там по какой-то смешной, якобы, цене вывозили туда, в Крым. Как будто они за пределы Украины не выезжают. А там, по-моему, до двух третей, всего лишь туда ввозили. Отправлялась, перегружалась, были такие хабы, где перегружалась на другие грузовики, и они уходили через, тогда еще не было моста, уходили через перешейк, без всяких акцизов, налогов, без ничего, уходили непосредственно в Российскую Федерацию. Это огромные прибыли, это огромные объемы, и это то, что было нужно нашим олигархам, торгашам всех мастей, чтобы нормально жить. Уже тогда просто мало кто помнит, уже в эфирах везде говорили, что надо сотрудничать, надо дружить с нашими мирными связями, с оккупированной территорией, приближать себе граждан, чтобы они минералочку пили украинскую и так далее. Но уважение к Украине это не добавляло, и вера в Украину со стороны людей, патриотов наших, которые там живут. Они просто, патриоты возмущались, а ватники ржали, что Украина не просто сдала территории, а еще и содержит их, потому что эти же стройматериалы, это же еда, все это шло и в обычные магазины, и в воинские части оккупационные. То есть это было совершенно, абсолютно безумие в чистом виде, которое я лично видел. Значит, когда крымские татары и ребята на правосейке были, там было казачество, по-моему, из Запорожья, еще какие-то люди, перекрыли эти три дороги, там стояли сотни этих грузовиков, эти кадры хроники можно посмотреть, которые не верили в то, что это прекратилось. И я прекрасно помню, что и администрация президента, и правительство тогда были против блокады. Мотивировалось это вот опять же тем, что надо нам сшивать страну, зачем нам лишний распри. Вот все, как сейчас говорят, вся эта миротворческая риторика тогда была в самом разгаре. Если бы не вот эти наши проукраинские ребята все, которые просто взяли и не ушли, то я уверен, что дальше разврат шел бы такими темпами, что просто через там год-два и олигархи были бы довольны, торговля идет, и с Донбассом, несмотря на войну, она шла тогда тоже. Блокада Донбасса, я там не был, ничего предмета сказать не могу, но она намного позже была, по-моему, на два года позже. И вот это статус-кво, де-факто признание оккупации и сотрудничество с оккупантами, а если ты торгуешь с оккупированной территорией, ты сотрудничаешь в Крыму с российскими властями, на Донбассе с российскими властями, как бы там их ни называли гибридно, это называется сотрудничество с оккупационной властью. И эта история, если бы тогда это не прекратили, я не знаю, про Крым бы вообще уже никто не вспоминал, потому что, ну как, что вспоминать-то? Ну, подумаешь, стоят на границе там россияне, а так-то все полным ходом идет, торговля, все-все в порядке, и все довольны. Свои деньги получают Аксенов, ФСБшники в Крыму, свои деньги получают олигархи украинские, в Киеве и даже за границей, где они жили. Я просто знаю, насколько много было звонков людям на блокаду с угрозами или с коммерческими предложениями, там миллионы предлагали, и не гривен, чтобы снять эту блокаду, ну потому что теряли олигархи громадные деньги каждый день, и они просто в голову лову не могли прийти, как это так, какие-то люди простые пришли и запретили им это. Они все думали, там взяточку возьмут, установят какие-нибудь КПП, где втихаря будут грузовики пропускать. Когда ничего это не произошло, спустя 20-го, кажется, сентября началась блокада 15-го года, лишь под Новый год, лишь под Новый год, президент открыто поддержал блокаду, и сам прекратил, запретил поставки электричества в оккупированный Крым, опять же, в том числе и в воинской части, и так далее. И еще ушло несколько месяцев на то, чтобы постановление правительства отменить, а может и год ушел, я уже не помню. Ну и разные вещи привести в соответствие. То есть, власть и тогда не была довольна блокадой. И конкретно, не конкретно, там какой-то даже чиновник, да, или там президент, не довольна была вся система, вся олигархическая система, это было ей противно, потому что ее статус-кол такой вполне устраивал, и это могло продолжаться сколько угодно. И сейчас, когда власть сменилась, и олигархи почувствовали вкус вот этой возвращения той ситуации, где как бы вроде бы война, на самом деле мир торговли, жвачка, они сейчас кинули на это все силы. Не случайно, я думаю, олигарх Пинчук привез Кучму в администрацию Зеленского. Олигарх Пинчук открыто призывал сдать в аренду Крым Путину на 50 лет. Я думаю, своих идей он не оставил, хотя извинялся. Очень вяло и неискренне, я об этом уже говорил. Это такие люди вполне могут быть, как Фиртыш и другие. Я даже фамилии назвать не буду, я никого конкретно доказать не могу, я могу только привести факт, которым я и не говорил, потому что я анализировал, у меня нет доказательств никаких, кроме слов, журналиста, который живет в Москве, журналист западного СМИ, который еще до, по-моему, даже до первого, да, до первого тура выборов, сказал мне, что представители одного олигарха украинского вышли на контакт с Кремлем, прислали своих гонцов в Кремль, они переговорили с одним, с одной из кремлевских башен, и было принято решение продолжить диалог именно про мирное урегулирование, что хватит воевать, надо как-то жить дальше с этим, как-то продолжать сотрудничество. Я убежден, что эти связи, этому человеку я абсолютно верю, потому что ему как бы хвастались источники его именно кремлевские, они говорили, что все, Украина дошла до ручки, вот они сами к нам уже едут, договариваются про мир, вот, что там дальше непонятно, никто не знает, да я думаю, что там ничего не разорвано и продолжаются переговоры. Это то, что это тайные связи, то, что явные, то, что Медведчук и Бойко летают уже второй раз прийтили в Москву, отсасывать газ у Путина подешевле, что тоже является такой же историей, как бы мирного существования, мира дружбы с путинской Россией. К чему пройдет, и я очень удивился даже, что за снятие блокады с Ордлов выступают некоторые украинские журналисты, которые и на Майдан выходили, и считаются патриотами, и вдруг, вдруг они говорят, что нужно блокады снимать, нужно сотрудничать и так далее, как будто надо иметь какую-то, не знаю, 8 пядей во лбу, чтобы понять, что любое сотрудничество с оптимационной зоной, это сотрудничество с Россией, и этот рак, он будет размывать, Украину очень быстро размойт, и только начни, о независимости можно будет забыть, и дальше мы будем уже просто заражены этим, и, грубо говоря, нас скупят, грубо говоря, Украина выставит на торги, и Путин со своим братвой, который гораздо больше денег, скупит все, и, включая этих олигархов наших, всех сожрет, идиотов, которые так ничего про Путина и не поняли, они думают, что с ним можно договориться о каком-то мире, но мне на самом деле все равно, что они там думают, я не считаю их умными людьми, но я считаю умными людьми нас, своих зрителей, что мы должны это понимать. Украину хотят выставить на торги, хотят убрать все лишние условия, все эти несвойственные бизнесу вещи, как война, как смерти, вот эту всю моральную сторону убрать, и жить в реал политик. Я не знаю, какую роль в этом плане олигархические группы отводят Зеленскому, к чему они пытаются его склонить, и как использовать, надеюсь, что он на это не поддастся, но то, что такой шантаж и такие вот эти иезуитские предложения существуют, и идеи, я в этом абсолютно не сомневаюсь, учитывая, опять же, Пинчука, учитывая там других всех, кто там говорил еще про то, что там мир должен быть, и не помню, Коломойский, или кто-то еще, чтобы хватить противостояния, надо налаживать, как-то это все от лукавого, никакого, это или обман, или самообман, мне все равно. Я понимаю, что это просто не так, кто и зачем это говорит, мне, в общем, глубоко наплевать. Это откровенная ложь, которая впаривает украинцам на волне вот этой эйфории, после выборной иллюзии про какой-то мир. Мира никакого не будет, Путин не отступит ни на шаг на Донбассе, именно он, контролируя боевиков, будет отдавать приказ, ну, военные его, на стрельбы, на ухудшение ситуации, на провокации, потому что им нужно Зеленского вывести с седла, им нужно его раскачать, расшатать, заставить делать вот ошибки, пользоваться его ошибками, с которыми я начал про это заявление, и дальше разбалансировать ситуацию в стране. Путину нужно оккупировать Украину целиком, любым гибридным способом или прямым, поэтому вот он так и будет делать. Если удастся продавить эту идею сотрудничества, дальше, в общем, все покатится очень быстро, и финалом этого мирного сотрудничества, всяких там договоров и так далее, станет то, что Путин получит марионеточную власть в Киеве, в лице следующей Верховной Рады, которая по всем прогнозам будет состоять, будет иметь огромную, огромную часть открытых и еле-еле прикрытых реваншистов, плюс огромную часть непонятно кого от партии «Слуга народа», туда тоже могут всякие люди пролезть, там же нет никакого, мы не понимаем просто, кто там будет, да, и миниатюрная часть патриотов, действительно маленькая, потому что они все, как всегда, демократы украинские друг с другом перегрызутся, вот это уже происходит, и в итоге будет огромная, будет, короче, антиукраинская пророссийская Рада, я в этом абсолютно уверен при нынешних раскладах, у них будет просто большинство, предположить, чем они займутся, имея большинство в Раде, я даже не берусь, они там, ну это беспринципные люди туда зайдут, которые будут просто фигачить по этой стране из-за всех возможных видов загонодательного и прочего оружия, закончится это тем, что будет расшатана ситуация, закончится это тем, что люди просто, которые проливали кровь, которые стали на Майдане, и вообще вот эта часть общества, которая есть что-то терять, она поймет, что все, что у руководства парламента большинства находятся люди, которые готовы мириться с Россией, там будут представители тех же олигархов, которых мы имеем в виду, когда говорим об интересантах вот этого мира, так называемого, которого на самом деле не будет, это будет поглощение полное, вот в той или иной форме, но в итоге абсолютно конкретной формой, просто Путин должен присоединить Украину, у него цель одна, а поступовые шаги могут быть разные от этого пути, и ни себя мы не должны обманывать, ни президент себя должен обманывать, ни мы должны витать, они не должны витать в иллюзиях, так оно и будет, а дальше, если этого допустить, если допустить шаги по сближению с Россией, снятие блокады мирного плана, это гарантированный внутриполитический хаос, чем закончится, мы тоже прекрасно знаем, это закончится обязательно в пользу России, которая только этого и ждет, и чтобы оттяплилась еще часть территорий, которые контролируют через марионеток, а остальную территорию будут контролировать, но это их планы такие, через своих политиков в Украине, часть которой они не оккупируют, и так, как бы, ногу за рукой, они будут откусывать тем или иным способом, да, а потом проглотят целиком, поэтому в этот олигархический мир, эта капитуляция, это даже их потом не спасет, идиотов, потому что для путинских олигархов, все эти олигархи, это как мелкие шестерки для таких крутых бандюков, если они этого еще не поняли, пусть побьются головой об стенку, и подумают, что с ними будет, если влияние России, или в любой форме здесь будет усилено, вам, ребята, конец просто, они всех сожжут, и Ахметова, и Коломойского, и кого угодно, не поняли еще, я говорю, побейте головой об стенку, лучше раньше, чем никогда. Спасибо всем за внимание, немножко длинный ролик получился, извините. Спасибо всем за поддержку, за лайки, репосты, за донаты ваши, спасибо вам огромное. Будем дальше встречаться, следить за событиями в стране, которые пока не вызывают особо, мягко так говоря, оптимизмом. Спасибо.